Добрый день! Это пришел он, наш Пепечик. Прямо из рассказа Стефании Гранзенской «Геройский поступок». Гераку легко было попасть в историю с таким известным именем. А каково Пепечик? И тем не менее, он попал в него. Сегодня утром он совершил геройский поступок, но уже весь город знает об этом. Поздравляем вас, Пепечик. Поздравляем. Спасибо. Поздравление. Это самая вежливая форма зависти. Да, да, да. Да, совершенно верно. Пожалуйста. Скажите нам, пожалуйста, как вы совершили этот подвиг? Он уже опять интервью. Пожалуйста, Пепечик, пожалуйста. С погано, я буду краток. Раньше у меня была не жизнь, а просто так, будничное житье, питье. А-а-а. Но сегодня утром я встал с каким-то желанием совершить что-нибудь прекрасное. Я сказал себе, Пепечик, начни этот день каким-нибудь геройским поступком, который надолго останется в благодарной памяти современной. Так и сказали. Девочка, это так же точно, как если бы вы сами меня слушали. На улицу я вышел с твёрдым желанием не возвращаться домой до тех пор, пока не сдержу слова. Боже мой. Боже мой, как я мечтал о том, чтобы кто-нибудь попал под автомобиль. А я бы его спас. Никто не попал. Тогда я направился к трамвайной остановке в надежде, что там судьба позволит мне реализовать клокотавший вот здесь чук. Вот здесь вот. Смотрю, идёт трамвай. Сажусь. Теснотища такая, Что даже некоторые мужчины стояли. Не те мужчины. О-о-о. Я-то, конечно, занял себе местечко. Тут-то всё и случилось. Я заметил старушку. Ой. Ну что, мой? Конечно, я бы не обратил на неё никакого внимания. Подумаешь, старуха. Но я жаждал подвига. Я сказал себе, как Гамлет. Эх, была не была. Всё, что случилось потом, будут помнить и наши потомки. Ибо такого ещё не случалось от века до века в трамваях. Воды! Дайте воды молодому герою! Лучше пиво дайте, пожалуйста. Но как же, как вы совершили, как это сделали? Как? Как? А я встал и сказал. Садись, бабка. Чёрт с тобой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ